Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня мы поговорим с вами о бюджетных косметических средствах, декоративной косметики. На мой взгляд, вся эта косметика подойдет для людей абсолютно разного возраста. И если кто-то утверждает, что данная конкретная губная помада подходит больше для женщин 50+, то это просто увлажняющая помада. То же самое с праймерами, тушью и всеми остальными декоративными средствами. Конечно же, на мой взгляд, стоит разделять декоративную косметику и уходовую. Не путайте одно с другим. Сегодня мы поговорим о тех средствах, которые можно заказать как онлайн, так же приобрести в любом сетевом, в принципе, косметическом магазине. Протестировать я люблю средства в обычных магазинах, а приобретаю чаще онлайн, потому что так дешевле. Косметичка оказалась огромной, не пугайтесь. Просто здесь очень много альтернативных средств, которые могут заменить одно другое, и из-за этого получилось такое огромное количество. Я останусь за кадром и покажу вам все средства. Да, кстати, мамочка, спасибо за подарок. Смотри, какая красота. Я ношу, видишь, я ношу. И для того, чтобы действительно сэкономить, а не накупить еще кучу всего ненужного, я покажу вам сейчас все текстуры и цвета довольно близко, чтобы вы могли определиться, если вы хотите увидеть макияжи дневные, вечерние, простые, непростые, креативные, различные. Пожалуйста, сообщите мне об этом и какие продукты в этих макияжах вы хотите увидеть из представленных в данном видео. Начнем с базы под макияж. Я предлагаю вам рассмотреть такой вариант, как Кафе Красоты. Это российский бренд, очень хорошая косметика, действительно качественная, увлажняющая сыворотка для лица, дневной уход, премакияж для сухой, нормальной кожи. Это мой бюджетный любимчик. Мне нравится это средство. Не оставляет какого-то неприятного следа после себя, полностью впитывается. В течение дня это средство прекрасно увлажняет кожу. Объем здесь, как вы видите, большой, 50 мл. Стоимость приобретенных мной средств год назад или даже месяца-два назад уже не будет актуальна. По возможности я укажу сайты, на которых я приобретала, если это средство приобретено онлайн. Не удивляйтесь, это бальзам после бритья для чувствительной кожи, обычной Невея. Точно такие же бальзамы, я думаю, стоят у многих без дела в ванной комнате. Вот это средство замечательно чем? Тем, что здесь очень много влажнителей и также элементов, которые успокаивают кожу, то есть снимают раздражение. Эти средства прекрасно идут под макияж. На нем замечательно держится косметика. Оно дает чуть-чуть такой липковатый слой, и он правильно, на него прекрасно садится крем тональный. Попробуйте хотя бы один раз под макияж, вы будете удивлены. Инкапсулированный комплекс, база для лица. Вот Ева Мозаик, в принципе, подсвечивающая и скрывающая чуть-чуть недостатки. Иногда для хорошей кожи, которая не требует никаких корректоров. А вот этих капсулок вполне будет достаточно. Посмотрите, пожалуйста, мое видео, в котором я наношу эту базу на лицо и показывала вам ее уже несколько раз. Ева Мозаик, российская компания. Ильдебатэ и, по-моему, Ревгош. Она представлена в сетевых магазинах. Ну и, естественно, ее можно, я так думаю, купить уже сейчас и в других онлайн-магазинах. Поэтому обратите, пожалуйста, на нее свое внимание. Здесь всего лишь 15 мл. Но, ребята, настолько экономно она используется. Ну и стоимость там что-то 200 с чем-то рублей. Ну а сейчас, наверное, и того меньше. Продолжаем тему баз. Предлагаю вам обратить внимание вот на такие базы. На них хорошо держатся тени. В данном случае Essence Eyeshadow & Primer 2 в 1. Восстановила. Они у меня чуть-чуть засыхали. Ну а сейчас, кому интересно, как я восстановила эти тени, эта база. Посмотрите, пожалуйста, мой бьюти-перерыв. Как восстановить кремовые тени. Смотрите, какие они кремовые. Вот этот тон у них называется 0.1, потому что они считаются и как тени. Первые самые светлые. И как база. Вы нужны вот такие базы. Конечно, не каждому. Если у вас нормальная века, нежирная, ненависшая, в принципе, вы можете обойтись без вот такой вот базы. Полностью засыхают. Выравнивает цвет. Подскрывает какие-то недостатки. У них, конечно же, лучше держатся тени. Essence можно, естественно, приобрести везде. Вплоть до магазина Подружка. И онлайн. И как угодно. Bell. Это польская косметика. Скорее всего, у вас она будет онлайн. Хотя, кто знает, возможно, вы живете в Украине. И тогда, наверное, польская косметика вам вполне доступна. Серия. Это называется Hippo Allergenic Bell. Очень бюджетная. Я снимала целый ролик по поводу этой косметики. Это уже более густая такая база тени. То есть, это такая прям плотная подложка. И вот в этой части, видите, полностью убралась венка. Очень хорошо маскирует именно. Если вы любите стойкие макияжи, то, конечно, база вам понадобится. Ну и следующий момент. Это тональные средства. Многие любят жидкие. Они тоже сегодня будут. В данном случае это средство от Essence компактное. На первый взгляд он выглядит очень плотным. Однако он тает под пальчиком. И вот таким образом он переносится. Есть еще у них тон 10. Более светлый. Ну, смотрите, в какую тоненькую дымку он расходится. Мне кажется, что он подойдет для всех типов кожи. Мне он никакие шелушения не подчеркивает. Можно его за 90, по-моему, за 100 рублей приобрести по акциям. Поэтому я очень советую вам попробовать вот такие вот средства. Ну и к тому же их удобно возить с собой. Ничего не проливается. Как я наношу это тональное средство на кожу, я вам показывала в своем видео. Обратите внимание, что при ближайшем вот рассмотрении его совсем не видно на коже. Он затирает даже немножко поры, убирает. Мне очень нравится такой эффект. Ну и очень бюджетное средство. Следующее средство, на которое я считаю стоит обратить свое внимание, 200 с чем-то рублей оно стоит. На сайте Ахерб можно приобрести косметика Эльф. Американская такая вот бюджетная мечта. Как вы видите, это тональное средство oil free. То есть, в принципе, оно не содержит масел никаких. Подойдет оно, на мой взгляд, для всех типов кожи. Особенно здорово на жирной, потому что оно не содержит масел. Если наносить его на увлажняющую базу, то я тоже вполне могу им пользоваться. Оно стойкое, супер стойкое, с удобной помпой. При одном нажатии, как вы видите, выдавливается немного средства. Мне это нравится. Вначале кажется очень плотное, но потом, если разнести, видите, оно становится прям совсем тонким таким покрытием. И его как раз можно наслаивать. Оно очень быстро, видите, впитывается в кожу за счет того, что тут нет масел никаких. Здесь 20 мл. В принципе, оно такое очень экономичное. Сняла лишнее, он впитался и совершенно не заметен на коже. Я считаю, это хороший объем и хорошая цена. Ну и я думаю, что ни для кого не секрет, что компания белорусская Vitex выпускает замечательное тональное средство. Кто пробовал, тот знает. Вот это увлажняющий, очень хороший BB крем с тонирующим эффектом. Для тех, кто мучается от сухости кожи, я советую вам попробовать. Здесь 30 мл. Есть у меня видео, в котором я наношу его на свою кожу. Как видите, он имеет такой вот неопределенный цвет, полупрозрачный. Никаких неприятных ароматов не имеет. Так что я очень советую вам присмотреться. Я приобретаю всю косметику сейчас белорусскую в магазине Океандра. Ну, а вы, соответственно, можете приобрести в каком-то другом магазине. Тонко-тонко наносится. Очень хорошее увлажняющее средство. Ну, и таким образом, все три средства, на мой взгляд, подходят для любого типа кожи. Естественно, вот этот увлажняющий BB больше для сухой кожи, а эти два больше, наоборот, для жирной кожи. Но, тем не менее, я думаю, приноровиться можно к каждой. Главное, что каждая дает тонкое, не сильно заметное покрытие и очень бюджетное. Если говорить о корректорах, то очень неплохие корректоры в компании Essence. Обратите внимание, если у вас краснота, также есть там другие оттенки. И лососевый есть под глаза. Но лососевый я не пробовала. Вот этот замечательный, фисташкового цвета, кладется на покраснение. Покажу вам на примере косточки. По цвету косточка на руке всегда отличается от основного тона. Потому что здесь более усиленное кровообращение из-за того, что мы постоянно сгибаем руку. Покраснение полностью убирается. Смотрите. В помощью этого корректора я убираю полностью красноту на лице, если наношу совсем прозрачные какие-то тональные средства. Какие корректоры стоит прикрывать тональным средством, либо каким-то легким хотя бы BB-кремом, поскольку иногда бывает так, что попадает на область не только красную, но и на обычную кожу, и, конечно, тогда зеленый цвет немножко виден. Кто страдает от розоцея и сосудиков, я очень советую вам попробовать вот это средство. Два корректора, которые также убирают какие-то нежелательные, возможно, покраснения, может быть, какие-то прыщики, синеву, прозрачность на коже. Но такие уже более плотные. Это корректор от Эльф и Эссенс. Это мусс. Вот так он выглядит, как тени. То есть буквально вот такие. Вот очень похожи на базу, которую я вам только что сейчас показывала. Смотрите, вот так он выглядит. Это, насколько я понимаю, самый светлый, да, десятый оттенок. Ну, я его приобретала вообще за 49 рублей. Поэтому я думаю, что стоит на него обратить внимание. Но если у вас есть шелушение, он немного их подчеркнет, потому что он подсушивает как бы немножко воспаление, как и все плотные корректоры. Если вы нанесете его слишком много, он будет виден на коже. Следующая из той же самой серии от Эльфа косметика, которую можно приобрести очень-очень бюджетно на сайте iHerb. Когда я заказывала, к сожалению, более светлого оттенка не было. Летом я его использую. Плотный, он перекрывает реально серьезные такие вот недостатки. Людей, у которых есть действительно серьезные недостатки какие-то на коже, стоит к нему приглядеться. Но, опять же, не под глаза, иначе будет сушить. Корректор, на который, безусловно, стоит обратить внимание, это Катрис Камуфляж. Многие его знают, но есть люди, которые его совсем не пробовали. Давайте так, кладем на венку. Название у него действительно правильное. Это действительно камуфляж. То есть он очень сильно перекрывающий. Его, конечно же, будет видно немножко на коже, если вы переборщите. Но и недостатки сразу же исчезают. Ну и таким образом все три вот эти корректора прекрасно подойдут для жирной кожи. Ну, в основном сухая кожа, как вы знаете, не сильно страдает от количества высыпаний. Тут могут быть, наоборот, какие-то прозрачности. Они корректируются легко тональным средством. Но вот для жирной кожи вот эти три средства просто замечательные. На мой взгляд, очень-очень бюджетные. Такой есть корректор. Здесь хайлайтер, здесь корректор. Так что вы приобретаете два в одном. Но, скорее так, это не корректор, это больше консилер все-таки. Вот такого лососевого оттенка. Я показывала вам его тоже при нанесении в своем макияже. Он у меня в проекте использует по максимуму. Он мне очень нравится. Замечательно убирает синеву под глазами. То есть вот смотрите, сейчас видите, какой он кремовый. И тем не менее, смотрите, венка исчезла на руке. Очень качественное, кстати, средство от Эльф. Вот как раз это средство я кладу только под глаза. И совсем оно никак не сушит мне кожу. Бюджетных консилеров, вот таких под глаза, очень и очень мало. Поэтому если я что-то нахожу такое, я обязательно делюсь с вами. Потому что основная проблема, конечно, это синяки под глазами. Они практически есть у всех. Так что обратите внимание на него. Следующее, на что, на мой взгляд, стоит обратить внимание. Если у вас плывет консилер, если у вас жирная кожа, то приобретите себе вот такую вот малышку от Эльф. Совершенно чудесная, удивительная пудра под глаза. Эта пудра прекрасно усаживает консилер под глазами. Она не сушит кожу. Такая малюсенькая упаковочка стоит 100, по-моему, с чем-то рублей на сайте iHerb. Вот так она выглядит. На коже совершенно не видна. Подсвечивает кожу под глазами. Это очень всегда приятно. Вы знаете, особенно если есть какие-то синячки. То есть делает более кожу свежей. Особенно те, у кого жирная кожа и у кого плывет тонально. Средство консилер подойдет для всех типов кожи. В принципе, если вы привыкли припудривать консилер, поэтому не мучайтесь, не делайте это какой-то пудрой, которая сушит. Не мучайте свою кожу. Есть уже такие специальные пудры под глаза в маленьком объеме и очень-очень недорогие. Пудра для лица, на которую я предлагаю вам обратить свое внимание. Это Maybelline Affinity Tone. Он совершенный тон. У меня 20-й, натуральный бежевый. Обретала я его в магазине «Подружка», но, в принципе, я думаю, что Maybelline приобрести несложно. Неплохой спонжик. Вот эта штучка с него отлепляется. Он хорошо моется. Она тоже подсвечивающая. Видите, какой она эффект дает? Очень напоминает мне метеориты, но, в принципе, здесь нет никаких блесток. Просто вот такое вот легкое свечение. Очень красивое. Мне нравится. Очень недорогие у них пудры. Буду использовать ее с удовольствием, как только закончится что-то хотя бы из того, что я уже начала использовать. Вам очень советую ее попробовать. Каких-то очень сильно матирующих пудр, друзья, у меня нет. Обратите внимание, что кожа у меня все-таки суховатая. В основном я люблю естественное такое свечение. Говоря о пудре вот из этого набора «Люкс Визаж Скульптинг», да, третий номер этого набора. Пудра, кстати, очень неплохая, ребят. Вот многие говорят, что я не знаю, что с ней делать, вот с этой светлой стороной. Это обычная пудра. И довольно легкого покрытия пудра, которую можно высветлять, которую можно использовать в качестве просто финишной пудры. Очень легкие цвета, которые, как вы видите, хорошо переносятся на кожу, прекрасно тушуются, как масло. Прямо такие прекрасные. Хотя они сухие. Вот эта часть заменяет и пудру, и подсвечивающую, высветляющую, и светлые тени, как база под тени. Это шикарный скульптор, причем не только под скулу, не только для лица, но и для глаз. Можно использовать как тени для век в складочку. Если вы хотите приобрести одновременно, сэкономив и бронзер, и контуринг, называется это «Компактная румяна». Номер у них 02. Кстати, очень хорошие кисточки. Тени, скульптор и бронзер в одном. Смотрите, какой правильный хороший цвет. Стоимость очень адекватная. По-моему, в районе 200 рублей. Очень естественно на коже. У меня довольно светлая кожа, и тем не менее, видите, как хорошо выглядит. Кисточка неплохая, поэтому я считаю, что просто находка. Скульпторинг лица и глаз можно выполнять, в принципе, одними и теми же средствами. В данном случае это контурная палетка «Eye Shadow Set» от «Essence». Номер 02. Она не матовая. В номере 01 абсолютно матовые тени. Их можно использовать как пудру и как контуринг. А это можно использовать как тени. Опять же, как подсвечивающую пудру, как хайлайтер. И вот это абсолютно идеальный контуринг. Как для глаз, так и под скулу. Его, видите, как можно тонко растушевать. И, естественно, вот этот перламутр тоже можно в более такую прозрачную дымку превратить просто в хайлайтер. Опять же, многофункционально и недорого. Хайлайтер «Rainbow» «Raduga» от «Essence». Разделен он, видите, на 4 цвета. Вот так выглядят эти 4 тона по отдельности. Говорим о многофункционале, да, то есть потому что хотим сэкономить. Это прекрасные тени. Эти цвета можно смешать и нанести на лицо тонкой вуалью, и будет хайлайтер. Эти же цвета можно использовать как тени. Это была первая часть видео о бюджетной косметичке. О тех продуктах, на которые действительно стоит обратить внимание, потому что их качество гораздо выше их бюджетной стоимости. Если вас заинтересует видео такого плана, мы сделаем вторую часть. Надеюсь, что это видео бюджетной косметики было для вас полезным. Каждый может найти что-то для себя. И те, кто покупает онлайн, и те, кто привык к обычным сетевым магазинам, все средства я пробовала на себе, с удовольствием ими пользуюсь и продолжу использовать, как только закончится мой проект использовать по максимуму. Потому что, как вы знаете, сейчас я сконцентрировалась на определенном количестве косметики, которые хочу использовать до Нового года. Кстати, кто не видел мои проекты, пожалуйста, переходите по ссылочке, которую я оставлю вам вот здесь, в описании к ролику. Если у вас есть какие-то рекомендации друг для друга, вы, пожалуйста, переписывайтесь, оставляйте информацию в комментарии. И я с благодарностью читаю все комментарии, на каждое отвечаю. Спасибо большое, что смотрите мои видео. Это для меня очень ценно. Поэтому очень вам признательна за ваше внимание и за вашу доброту. Встретимся в новых видео. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...